Уважаемые друзья, мы должны не просто вывести людей на митинг, мы должны победить этот режим. А победить этот режим можно только тогда, когда мы организованы, когда существует ядро в каждом городе, минимум по 5000 человек, именно тех, которые поведут протестующих к охорде, именно те, которые не допустят никакого хаоса. Как, собственно, это происходит в Хабаровске, когда там вышло 100 тысяч человек, все очень сильно, хорошо организовано, люди подготовлены, знают, что требовать. И в этом смысле, именно для этого нужны организаторы, нужны ячейки, ячейки нужны по всей стране. Каждый день я провожу огромное количество встреч с нашими сторонниками. Я объяснял, что такое ячейки, я еще раз хочу повторить. Ведь это минимум 5 человек из ваших близких, доверенных людей, которым вы доверяете, что они вас не предадут. В эти ячейки не могут заходить посторонние. Вы не должны обращаться к посторонним, чтобы вас включили эту ячейку. Это ни в коем случае нельзя делать. И когда вы организуете такую ячейку из 5 человек, вы обращаетесь в штаб Киева. Все данные, телефоны и другие, я сообщал много раз. Они регулярно озвучиваются в моих постах. Вам не нужно организовывать специально видеосвязь. Это все сделает штаб Киеве. Итак, вы обращаете штаб, затем получаете ссылку, которую вам присылает наш штаб. Вы можете все 5 человек находиться в своих квартирах и разговаривать по виде связи со мной и со штабом. Мы с вами вместе будем организовывать разные действия, которые приведут к тому, что именно в день, когда произойдет митинг, мы выведем тысячи и десятки тысяч людей. Как я говорил, что если мы создадим ядро 5000 человек, каждый из них должен быть в состоянии привезти за собой еще 5 минимум человек. Итак, мы гарантированно выведем 20-30 тысяч человек на митинги. Нам достаточно в крупных городах вывести по 50 тысяч человек, в средних городах по 10 тысяч человек. 10 тысяч, извините, 10 тысяч человек. Этого достаточно, чтобы режим пал максимум за 1-2 дня. Нам очень важно создать это ядро. Очень важно нам организовать. Нам очень важно, чтобы наши лидеры ячеек вели эту массу в нужном направлении, управляли. Если вы говорите, что вы одиночка, значит вы недостаточно хорошо знаете программы демократического выбора Казахстана и не можете убедить своих друзей, знакомых, чтобы они включились вместе с вами в эту ячейку. Поэтому, уважаемые друзья, нужно просто усилить работу, иначе мы одиночками не добьемся смены этого режима. У нас есть ссылки, так называемый штаб Астана Алматы, но это не значит, что штабы находятся в Алматы и в Астане. Это просто ссылки. Именно по этим ссылкам с вами держит связь представитель нашего штаба, который организует видеосвязь со мной и со штабом. Поэтому прошу, уважаемые друзья, не искать штабы у себя в городах, в Ак-Тубе или в Шимкенте, и задавать вопросы, и говорить, а где штаб в этом городе. У нас штаб виртуальный, он находится в интернете, он постоянно на связи. Вы сообщаете, что у вас есть готовность выйти на связь, что вы собрали эти пять человек, даете свои контактные данные в Телеграм или какой-то вид другой еще связи, и мы согласуем время и организуем контакт. Таким образом, поставлена задача в ближайшие несколько месяцев в крупных городах создать по тысяче ячеек. В средних городах 200-300 ячеек. Это значит, тысячи-полторы тысячи человек будет ядро организации сопротивления во всех региональных городах и в крупных городах, как Алматы, Астана и Шимкент по пять тысяч человек. Поэтому, уважаемые друзья, сейчас я знаю, многие в отчаянии говорят, что нет работы, многие говорят, что родственник умирает, что делать, и переждать здесь уже невозможно. Чем больше мы сидим и ждем, тем больше мы себе говорим, что вот сейчас пандемия пройдет, а потом мы найдем работу, или завтра вдруг Такаев станет каким-то сильным президентом, это себя обманывать. Вы 30 лет обманывали себя, ждали. Сейчас выбор. Выбор жизнь или смерть. Другого не дано. Пришло время действовать. Поэтому я приглашаю вас создавать ячейки, выходить на штаб, выходить на связь со мной и действовать. Алга, Казахстан.